Сегодня Верховный суд рассмотрит дело о законности ликвидации организации СтопХам. С движением покончил Мосгорсуд осенью прошлого года. Официально СтопХам существовал пять лет. За это время набрал такую популярность, что борцов с теми, кто паркуется не по правилам, поддерживал практически каждый второй. Но в последние годы власть обеспокоилась. СтопХамовцы неоднократно отмечались грубыми нарушениями закона. И, в общем, простите за каламбур, стали хамить даже. В интернете их смотрят, на дорогах бьют. Ярость водителей, словно красная ткань для быков, вызывала наклейка с лозунгом «Не плевать на всех, паркуйсь где хочу». Ее активисты клеили каждому, кто ставил машину в неположенном месте. Вам не стоит, а вторым рядом стоять. Мы что? Документы чего, граждане? Вы вести себя научитесь, вы не однократны. А ну спокойно. Перед ними равны все нарушители парковки. Хоть четырехкратный олимпийский чемпион немов, хоть известная певица Стоцкая. Приклеили мне стикер, я с ними поругалась, они меня снимали в этот момент, так что в ютюбе вполне возможно скоро появится запись. Их ролики набирали миллионы просмотров. В гонке за новыми лайками своим фирменным стикером они замахнулись даже на страже порядком. Севастопольский экс-депутат в адрес стопхамовцев был более красноречив. Все-таки входил в комиссию по этике. Созданное в Москве движение охватило всю Россию. За пять лет стопхамовцы создали представительство во многих городах страны, нашли сторонников в Украине, Белоруссии, Молдавии. Движение получало миллионные гранды на ликвидацию ханства на дорогах, но в результате было ликвидировано само за грубость и хулиганство. Федор Червяков, Life.